Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Я помыла голову, поэтому на голове у меня вот эта штука. Собралась печь печенье. Точнее, уже в процессе три вида. Это будет на пиве. Просто у меня пиво осталось. Оно мне не понравилось. Ну, не выбрасывать же, поэтому вот решила испечь. Я, честно говоря, с печеньем на пиве не дружу. У мамы очень классно получалось, но у меня по ее рецепту, увы, не получается. Я уточнила рецепт у ее подруги, все в порядке, но что-то не выходит. Поэтому нашла в интернете, посмотрим, как оно будет. Рецепт, в принципе, не озвучиваю, так как у меня не кулинарный канал. Кому интересно, сделала скрин экрана. Тесто вымесила и отправляю на час в холодильник. Так, а теперь делаю имбирное печенье. Тут сухие ингредиенты и отдельно жидкие. Исключение составляет сахарная пудра. И, кстати, щепотку соли, так как она у меня крупная. Я к маргарину добавила, который растапливается. Ну, масло тоже можно использовать, но это уже на ваш страх и риск, как говорится. Я, ну, потому что для выпечки больше подходит именно маргарин, с ним меньше проблем. Теперь все смешиваю. И сейчас буду добавлять сухие ингредиенты. Мне этот рецепт нравится, но, в принципе, он стандартный. Я и в книге Даши плюс-минус такой же представлен. Но я нашла на просторах интернета. Сначала замешиваю миксером, потом силиконовой лопаткой. И уже только в конце, когда тесто более густое, начинаю замешивать руками. Потом в холодильник. На час. Опять же, рецепт можете ставить на паузу. Теперь замешиваю простое печенье по рецепту Даши. Единственное, что я решила добавить какао. Ну, чтобы были более такие, в общем, не белые. А то как-то не всегда хорошо румянится. А какао спасает ситуацию. Ну, я добавила немного. Ну, а принцип тот же самый. Единственное, рецепт уже в скрин не вставлю, потому что это надо фотографировать, я не хочу. Так что, как есть. Готовлю не первый раз. Хорошее, вкусное печенье. Потом еще сабле, может быть, сделаю. Сахаром посыпать не стала, потому что я попробовала довольно сладко. А это печенье по рецепту Дарьи Дарси. У меня вот такая форма. У меня есть еще круглая. Может быть, второй противень будет в виде цветочка. Но я еще не решила. Вообще, у меня формочек много, но вот я для каждого вида теста стараюсь подбирать максимально удачную формочку, из которой прям хорошо получается. Ну, и мне кажется, что с добавлением какао даже будет лучше, ну, по цвету. Делаю еще один противень. И вот моя вторая формочка в виде цветка. Тоже красиво. И хорошая, вообще удобная форма. Нравится ей пользоваться. Такая красота получилась у меня. Значит, это печенье на пиве. Имбирное печенье. И печенье, которое называется простое. По рецепту Дарьи Дарси. Ну, я совсем чуть-чуть добавила какао, поэтому вот именно, знаете, чтобы печенье не было белым. Иначе оно бы вот было примерно так же. Хотя здесь я каждую печеньку прям в стакан с меланжем кидала. Я уже, в принципе, попробовала каждое. Мне понравилось. Ну, как бы все в порядке. Так я разложила чисто для фотографии, потому что тесто разное. И, например, имбирное печенье, оно должно быть очень сухое. И оно может отсыреть из-за, например, вот этого или вот этого печенья. Поэтому я оставлю здесь имбирное печенье без пакета, а эти печеньки положу в пакет. Вообще несколько дней у нас вот, ну, и не только у нас, и в Москве, и в Питере какая-то погода, ну, просто ужасная. Вообще для меня март месяц очень тяжелый месяц в плане здоровья. Вот именно март. У меня постоянно невралгия. Там то давление низкое, то еще что-то. Но у меня вообще по жизни низкое давление. И оно может еще только понижаться. Но в марте оно умудряется даже повыситься. Ну, к слову, для меня максимально допустимое давление, когда я себя хорошо чувствую, это вот там 112 на 80. Не 120, а 112. Вот 113 я уже себя чувствую немножечко, как-то не так. 115 меня начинает тошнить. Я прямо узнаю, если подташнивает все, это прямо вот 100%, 115 на 80. Вот так вот и будет. Ну, а если хуже, то у меня тут совсем было дурно, померила 124. Ну, это вот март. Уж не знаю, почему. Но, видимо, вот этот переход зимы на весну. И зима у нас, естественно, неохотно отступает. Ну, видимо, по этой причине. Я еще сегодня весь день еле ползала вообще. Казалось бы, и печенье сделала. Но я полдня, но я и встала поздно. И потом несколько часов просто потеряла непонятно по каким причинам. Ну, теперь имбирное печенье будет вылеживаться для того, чтобы аромат стал еще ярче. Чтоб специи раскрылись. Другой день. Сейчас буду варить кофе. Как всегда в любимой кофеварке. В ней кофе идеальный. Села кофе попить. Я сегодня как-то на редкость рано проснулась. Ну, вроде как погода хорошая, солнечная. Но вообще она и вчера такая была изначально, а потом резко испортилась. Поэтому я не знаю, как будет сейчас. Но я прогноз погоды редко смотрю. Но пару дней смотрела. Вроде как сегодня и правда хорошо. В общем, пью кофе. Любимый муж уже порадовал поздравлениями и прочим позвонил. Ну, и потом я решила встать. Так что попью кофе, потом посмотрим. Поскольку я поняла, что все-таки спать я уже не лягу. Слава богу, выспалась. Ну, наконец-то. Вот. Поэтому решила сделать себе завтрак. Но сегодня пусть он будет не такой, как всегда. Сделаю яйца. И у меня в морозилке есть заготовки для разных блюд. И просто зажарка, и для супа пюре. И вот как раз-таки я подписала для... Ну, типа для яичницы, короче говоря. Я так коротко подставила. Давно уже привычка все по-португальски подписывать. Но тут я просто подписала коротко, типа яйца. Пока готовится завтрак, решила показать вам погоду. Небо голубое. Классно. Прямо, походу, весна. Так что обязательно пойду гулять. В том году я поехала в свой любимый парк. Ну, я туда всегда хочу съездить. Но, не знаю, сегодня все-таки погуляю по району. Не поеду на Ходынку. Ну, чуть позже туда съезжу. Хотя, конечно, хотелось бы. Но и здесь теперь у меня тоже есть всякие любимые места, которые мне нравятся. А вообще, судя по тому, как люди идут, видимо, скользко. Хоть мой плиту, хоть не мой. Вот я ее мыла и толком тут ничего не готовила. Уже накрошила. Ну, я, собственно, когда тесто делала вчера, сюда, наверное, тоже попала. А, и вот еще, видите, брызги. И вот на металлике вот это все видно. Выберу себе какую-нибудь масочку. Выбираю из этих двух. Наверное, я все-таки с коллагеном возьму. Села завтракать. А на фоне сейчас включу собачий АСМР. Ну, да, когда не знаешь, чего хотеть, уже ищешь чего-то оригинального. Ну, кстати, очень прикольно. Маску для лица сделала. Сейчас посижу немножко с ней. Вот так выглядит. Ну, удобно вот эта штука. Конечно, я пробовала и маски, которые на ушах крепятся. Но тоже хорошо. Очень приятный аромат. Ну, а по свойствам пока не знаю. Ну, знаете, я пока не видела таких масок, чтобы они прям давали вау-эффект. Я только патчи видела и пользовалась. У меня даже одни остались, но их нужно уже израсходовать. Потому что эти одноразовые упаковочки, они все равно долго не живут. Поэтому... А вообще надо будет на Алиэкспресс заказать. Хотя сейчас и на Валберрис такие есть. Можно взять. Вот. Кстати говоря, у меня на Валберрис бесплатный отказ. Вот. И у подружки бесплатный отказ. И она себе заказывала... Ну, знаете как? Пишет бесплатный отказ, но еще есть индивидуально. Каждому товару. Вот я не помню. Кажется, я, наверное, аромат брала для мужа. Ну, эти духи арабские. Или что-то еще я заказывала. И там прямо они написали, что платный отказ именно по конкретному товару, если что. А так в основном бесплатный. И, короче говоря, подружка заказала себе на машину, на номера. Вот рамку такую черненькую. Так что у нее поломалось. И... Ну, и ей хотелось с прикольными надписями. Она не посмотрела по размеру. И я, честно говоря, тормознула. Потому что, ну, честно скажу, что я... Я себе тоже на свою машину покупала раньше, там, с надписью СССР. Но я вот в ближайшем тут магазине, у нас автомагазин очень крупный, рядом. Я там приобрела. Я вообще как-то не парилась по поводу размеров. А оказалось, что в семье пришли вот эта рамка прям большая. Но потом она уже по отзывам посмотрела. Там все берут на джип и так далее. Короче говоря, она спрашивает, уточняет насчет, типа, отказ бесплатный. Ей говорят, да. Она отказывается. Приходит домой и вечером или на следующий день с нее все равно списывают 100 рублей. Вообще непонятно. Ну, я, конечно, понимаю, что все равно все продавцы, понятное дело, затрачивают ресурсы на доставку. Я, в общем-то, даже в своем сейчас интернет-магазине, вот когда буду уже основательно что-то делать, я тоже вот все думаю с доставкой, без доставки никак. Но ты понимаешь, что человек и отказаться может, и все что угодно, и имеет, в общем-то, на это право. Ну, ладно. Короче, я как бы продавцов-то понимаю с одной стороны. Но с другой стороны, как бы какая-то ерунда получается, честно. Вот пишут и уже даже не знаю, что у меня просто лежит заказ. Я всегда, у меня привычка, я все-таки обдумываю покупки. И если я сомневаюсь, я пойду в оффлайн-магазин. Ну, в онлайн я заказываю, когда уверена, что возьму. Редко бывает, что там отказ, еще что-то. У меня сейчас на Валдберес лежит этот холофайбер. Я взяла... Мне было надо срочно. Я там делаю курицу, медведи еще делаю. Мне нужно было срочно. Я для себя, как бы, делаю, там, не на продажу, я учусь. Это такая моя новая ступень. И, короче, я заказала, а должно было прийти 8 марта. А мы тут с Оксаной говорили. Она говорит, слушай, ну, типа, если для себя, ну, есть ненужная подушка, так распари. Там же все равно холофайбер. Ну, вот. Ну, и у меня как раз была подушка. Я помню, я ее приобрела, она там через месяц вышла из строя, так что толком я на ней особо не... Короче говоря, распорола, воспользовалась. Понимаю, что у меня уже не актуально. Ну, а помимо того, что не актуально, так они еще и задержали доставку. Ну, вот я сейчас думаю, если я не выкуплю, 500 грамм холофайбера стоит 200 рублей. Если снимут 100, да проще, наверное, забрать будет, не знаю. Ну, я склоняюсь к тому, что я их немножечко накажу, конечно. Заберу, но у меня до 24 марта хранение, я обычно сразу бегу все это выкупать. А тут я просто, видимо, раз они задержали, я тоже до 24 по временю, там до 23, и тогда уже выкуплю. Сейчас 15.43, я еще не ходила гулять, но собираюсь. Перед этим я сделала тесто на печенье сабле с лимоном и базиликом. Базилик здесь нужен, конечно, по возможности свежий и лучше зеленый, но в Ашане в основном продается красный, а зеленый только я вот видела во вкус Вилли один единственный раз. Как раз покупала и посадила в горшочек, у меня где-то год рос. Поэтому я уже не первый раз использую сухой базилик, целый пакетик, цедра одного лимона, получается очень классно. Это печенье нужно держать в холодильнике 3 часа, поэтому как раз-таки пойду погуляю, приду, буду печь. Аромат, конечно, очень классный. Вышла погулять, погода, конечно, у меня на день рождения такая весенняя. Кофе. В этот раз решила в Теревецкий парк пойти новым маршрутом, ну, потому что как раз по прямой от магазина ярче. Зашла совсем с другой стороны в парк, здесь не так интересно, но разок можно. Хотя, может, может, приедет тоже так, для разнообразия один раз входим. Но мы обычно с другого конца входим, и там поинтереснее. Ну, кофе, в принципе, нормальный, особенно за 29 рублей. Интересно было. Постирала белье, сейчас развешиваю. У меня какое-то пятно, как будто, знаете, так, стаканом или кружкой прикоснулось, но такого же быть не может. И почему-то еще и не отстиралась. Очень странно, хотя я его прям застирывала. Ладно, потом разберемся. Сейчас повешу все. Не люблю, когда пачкаются вещи, портятся. Меня прям это очень раздражает. Я достаточно аккуратный человек, тем более с вещами, в которых я куда-то выхожу. В общем, странная ситуация. Делаю печенье. Это сабле с лимоном и базиликом. Вообще аромат на всю кухню потрясающий просто. Я очень это печенье люблю. Я думаю, что надо будет повторить. Куплю еще лимон, и можно будет сделать. Потому что там цедра одного лимона. У меня в запасе цедры нет, поэтому... Вчера как раз один лимон использовала. Ну и пакетик базилика у меня уходит. Но, в принципе, я думаю, можно и любые другие цитрусовые использовать. Давно, кстати, пряники не делала. Тоже можно приготовить. Вот тоже прикрепляю скрин. С рецептом. Следующий день. 10 часов утра. Это у нас уже 17 марта. Кстати, у нас сегодня такой маленький... Маленькая дата с мужем. Месяц, как поженились. Еще посмеялся и даже не развелись. Вот. Я еду на занятия к ученице. И вот собрала такой пакетик. С печеньем. Четыре вида. Вот. И еще туда добавила маску для лица с алоэ. 3D. Позанимались и иду кишечком до ЦСКА. Вообще, я не собиралась сегодня гулять, но погода уж очень весенняя. Практически тут вот нет нигде снега. Грех не погулять. Пришла домой. Сейчас 21.20. Я прошла довольно много километров. А это Тамара подарила мне подарочки. Сейчас покажу, что именно. Тут и на день рождения, и не только на день рождения. Позанимались классно. В качестве подарка на день рождения была книга «Романтика дачи» от Дарьи Дарси. Я очень хотела эту книжку. Тамара мне подарила первую книгу на Новый год. И вот сейчас подарила вторую. Я очень рада, потому что, ну, мне правда, Дарье очень нравится. Супер! Я... мне прям не терпится полистать эту книгу. Я, наверное, сегодня, когда лягу уже спать, возьму книжку, буду листать ее. Следующие это были подарочки из Израиля. Маска для лица тканевая. И средство для душа. Его можно в воду, ну, я воспользовалась переводчиком, добавить как пену. Или же сделать массаж. И потом смыть, как я понимаю. Называется «Морозная груша». Вообще прикольно будет попробовать. И кофе тоже из Израиля. С кардамоном вроде бы как. Я сейчас обязательно попробую. А еще был вот такой конвертик. С днем свадьбы! Спасибо огромное! Сегодня еще в Ашане купила себе вот такие полуботинки. Ну, как раз вот сейчас уже, по крайней мере, вот у нас в Москве, снега практически нигде нет. Уже сухой асфальт. Ну и, в принципе, можно будет в них ходить. Но стоили они 1600. Марка InExtensa. В принципе, я всегда хвалю эту марку. Покупаю носки, пижамы у них. И, в принципе, это даже не в принципе, а вообще качество очень хорошее. То есть, пижамы там не вытягиваются, не рвутся, ничего. Ну, там, знаете, как бывает, ивановский какой-нибудь трикотаж, который ползет. Там такого нет. Поэтому... А, у меня еще были чулки очень классные. Еще что-то. И я поэтому подумала, что, ну, возьму. Но, знаете, в целом, вот они мне так нравятся, на ноге как-то, ну, так себе. Ну, вообще, это не совсем мой формат, прямо скажем. Я люблю такие более спортивные вещи. Ну, выбор. Я действительно сейчас очень плохой выбор. По крайней мере, для меня раньше все было просто. Пошла в Декатлон, купила и носишь определенное количество лет. Я еще сегодня после зашла в Зен Ден. Нашла себе такие осенне-зимние сапожки. Они мне очень понравились. Они прям вот идеальны. Не было моего размера. Вообще один 36-й остался там. Потом еще посмотрела. Вообще взгляду не на что упасть. И вот летние я уже там в Декатлоновский пят... Ну, шестой сезон, наверное, пойдет плюс-минус. Ну, да, пятый или шестой. И вторые я там через год купила. Ну, то есть, как бы, пора бы уже заменить. Не на что заменять. Это просто вообще что-то. Это либо какое-то уродство, либо... Ну, вот, например, в Ашане я видела... Ну, другая марка, не инэкстенция. И я как бы смотрела и на осенние ботинки, и на летние кроссовки. И я понимаю, что это уже пройденный этап лет пять назад. И осенние были плохие, и летние. Но, кстати, когда-то мне с летними повезло там, кроссовками. У меня где-то даже на фотке есть такие желтые. В общем, я не знаю. Потом я на себе покажу, наверное, в следующем влоге. Посмотрим. Ну, хоть что-то. Это вот именно как раз в такое межсезонье, когда уже в зимних будет жарко, да, сейчас. И вроде еще для летних рано. Вот это нормальный вариант такой. В принципе. Хотя я, когда потом в ЗНД зашла, там были кроссовки. Они даже получше. Ну, уже взяла эти. И, кстати, я взяла на размер больше, потому что, ну, у меня что-то там как-то носок перекрутился. Я спешила как-то это после занятий. И, в общем, ну, и много прошла. Поэтому решила не рисковать. Ну, и я думаю, что это был правильный выбор. И в магазине Твое я приобрела себе пуховик. Вообще он очень легкий, очень тонкий. И он даже легче, чем моя вот черная куртка, в которой я постоянно хожу. Но я думаю, что в нем будет тепло. Ну, у меня сороковой размер. Я взяла 42-й, там еще был 44-й. Вот. Но я думаю, что это нормально, потому что зимой можно любую толстовку носить под пуховик. Мне вот захотелось чего-то такого светленького. В моей маленькой машинке это будет идеально стираться. Просто супер. Я, по крайней мере, пока довольна. И стоил он по акции 1499 рублей. А мне на день рождения начислили 300 бонусов. Поэтому их списали. И получилось, сами понимаете, там сколько. Намного дешевле. Я прям порадовалась. Изначально я у них заказала куртку-зефирку. Мне давно хотелось. Но мне было лень за ней ехать. Вообще, в магазине Твое очень много интересного. Но у них вот эта проблема, что какие-то вещи только с самовывозом. И всегда это находится не совсем где надо. Вот, например, зефирка осталась на Багратионовской. Но я не поеду туда специально ради этой зефирки. Кстати, мне еще 59 бонусов начислят. И, кстати, очень, может быть, там еще будут какие-то бонусы. Так что я прям рада. Тоже на себе покажу, но в следующем влоге. Сейчас помыла голову. Ну, вообще-то мне рановато ее мыть. Но я решила накрутиться. Поэтому уже помою и все. Нормально. Потом надо еще маникюр сделать. Но это если я решу завтра куда-то пойти. Вообще, есть у меня некоторые планы по поводу завтрашнего дня. Но чем ближе день, тем меньше у меня желания. То есть, вот, например, пройти, там, не знаю, 20, чем-то, 30 километров. Для меня это не лень. А какие-то другие действия для меня лень. И вот я уже сидела и думаю, а вот действительно, если я завтра решу не пойти, а я уже помыла голову, я напряглась. А сейчас, если я накручу волосы, то это я совсем напрягусь. У меня в ванной свет. Лампочка перегорела. Сутки уже, думаю, надо вкрутить. Так что пользуюсь боковым освещением. Вспомнила, что у меня есть шампунь коса до пояса от Organic Kitchen. Нань, спасибо за подарок. Я просто храню такие баночки в холодильнике и забыла. Ну и поскольку мне этот с бананом не понравился, то, что я покупала на Valveris, по-моему, уже забыла. Да, на Valveris. Решила этот попробовать. Слушайте, ну он промывает волосы с первого раза. До скрипа при этом мочалку из волос не делает. Ну, в общем, меня это уже радует. А что касается бальзама, то вот эту маску от Faberlic использовала, которая дается краске. Ну, я вообще говорила, что ей не очень-то довольна. Потому что волосы быстрее пачкаются. А мои волосы обычно можно раз в две недели мыть. И они только в конце второй недели будут грязные. Вот. И, ну знаете, в сравнению с бальзамом, который я по глупости купила в Fix Price, вот этот вот, вот этот вот, я уж лучше воспользуюсь Faberlic. Потому что вот этот вот, у него просто вот волосы искрят, я уже рассказывала. Да, у них небольшой появляется объем, но еще и кончики вот эти везде торчат. И дотронуться нормально невозможно. И все искрит. Потом еще, в принципе, волосы тусклые, какие-то жесткие. В общем, сейчас я решила такую вот парочку использовать. И в целом меня все устроило. А еще у меня закончилась зубная паста. И я, короче, один день или два, что ли, почистила содой. Ну, мне, кстати, понравилось. Сегодня была в Ашане. Ну, ладно, я еще в Ашан поеду. Потом куплю себе пасту. Я вспомнила, что у меня вот такая Рокс лежит. Ей, конечно, по-другому пользуются. Ее держат как бы на зубах какое-то время. Но мне это уже надоело. Я давно ей не пользуюсь. И я решила попробовать ей почистить зубы. Слушайте, ну, отлично. Единственный минус, ну, вкус какой-то мыльный. Ну, в любом случае надо допользовать. Стоило-то недешево. Вот и я, собственно, поэтому целенаправленно не стала себе покупать сегодня другую зубную пасту. Потому что если я куплю, я и буду пользоваться. А я хочу вот это добить. Уже другой день. Погода довольно солнечная. Но как на деле, я не знаю. Выясню чуть позже, если куда-нибудь пойду. А это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. И заходите в инстаграм. Три семерки, рыжие, три восьмерки. Благодарю вас за просмотр. И до скорой встречи. Всем пока-пока.